Иван Фролов и Максим Будько Артем Грабцевич в 8-й, Артем Воскобойников в 9-й. Готовится главный арбитр из Дзержинска, Никита Шиян, дать стартовый свисток. Делает это и, в общем-то, поехали. Помогают Никита Шиян сегодня Николай Казак из Зембина. Может, полкаться с не менее высокорослыми футболистами Нивы. Дор, аккуратненько, но не попадает в створ. Пас в офсайт на Дыбину и атака на этом заглох. Хорошая передача в разрез. Чернявский в штрафную Воскобойников. Вот он момент, который нужно забивать 9-му номеру. Очень-очень активен. Левый фланг и Дмитрия Мулькевича мы видим гораздо реже. Мулькевич на Федорцова. Федорцов на Дыбина. Дыбин падает. Нет свистка, нет фола. Вот и Мулькевич. Мулькевич может пробить. Хороший удар. И какой же невероятный галешник для пролова. Ну, невероятный, понятно, в данном случае, кавычка, да? Что это, если не пенга? Но, тем не менее, Дмитрий Мулькевич. Нельзя давать этому парню вот так бить. Ух, старостен. Рискованный подкат, но очень точный. Все, в мяч, все, аккуратно. Листяк, Листяк в ближний. Стал Николай до конца уже держать оппонента. И Никит Шиан логично дал игру продолжить. Будько, Будько, им будет ли удар? Удар, но Лицко здесь хорош. Теперь же Дубин сам решает разобраться. Удар, это аккуратник. У него было в первом тайме такой. Александров. Сразу у него выдвигается Будько. У него лесняк, очень активен, очень цепок. Ботовка, дальний удар, отбивает перед собой здесь. Лицко и заползает такими в сетку. Но, по идее, на Воскобойникова должны его записать. Там девятый номер добивал. И на 67-й минуте динамовцы сравнивают счет. Вот о чем я вам, друзья, и говорил, собственно, когда мы рассуждали. Реанты поменяют эти парни и какие позиции на поле займут. Ну, понятно, что Ющенко нападающий, но он может сыграть как в паре с Пампухой, так и вместо Пампухой. Как раз Павел забивает под эти мои слова. Вот это да! Вот эту красоту исполняет Пампуха со второго этажа себе за спину. И за спину галкеперу на 74-й минуте. Нива снова выходит вперед. 2-1. Павел Пампуха. Один. Динамо отыграть вполне по силам. Но пока видим, что уловие диктуют хозяева. И скорее, Нивчане ближе к третьему, нежели Динамо ко второму. Федорцов. Есть удар с таклевым. И вот это третий гол, о котором я только что сказал. А Дмитрий Федорцов с отскоком от газона попадает в дальний угол. 3-1. Лидеры Нивы говорят свое слово. И оно оказывается очень веским. Первое, наконец, на короткой с партнерами. Пас на Ющенко. Ющенко здесь в отбор вступил. Пампуха. Удар. И нет гола. Не залетает дубль у Федорцова. Перекладина. Еще один удар. Нет, только залетает дубль у Федорцова. Нет, но это уже точно закрытая встреча. 4-1 Дмитрий Федорцов. Две минуты на дубль ушло. В самом начале 80-й и на 82-й. Поступает Федорцов могильщиком Минского Динамо. Я думаю, теперь уже о какой-то. Дерошек. Диагональ на Федорцова неплохая. Федорцов. Ну что, на хитрих зайдет сегодня Дмитрий Федорцов или все-таки нет? Я думаю, партнеры постараются для него создать такую возможность. А пока Ярошек. Там двойные сеймы и все-таки Ярошек забивает. Я думаю, на него правильнее будет. Здесь записать. Не на Будьков на гол. Хотя пикошет мы видели совершенно очевидный. Но пошел, пошел уже. Разгром. Динамо. Я бы на Ярошека записал. Честно. Никаких отоголов. О. Центр смещается. Предлагает Чернявскому тоже поучаствовать в атаке. Прострелит центр. Лисовский. Скидка. Будько. Удар. Продолжение следует. Продолжение следует.